всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир со мной с катей мирошниченко сегодня вам хочу рассказать еще про две новые краски тоже белого и черного цвета тоже посчитала нужным что нет смысла пускать цветную коллекцию таких красок что достаточно вот в ассортименте иметь белый и черный цвет сейчас вы посмотрите что это за две новые краски это идеально подойдет для тех мастеров кто прям вот коллекционирует разные материалы декоративные для дизайна ногтей это то что используется только чисто для каких-то деталей элементов не для такого сплошного покрытия а это вот точечно на элементы на детали чем-то визуально кажется что эта краска которая текстурная без липкости выходила в августе вот но на самом деле это абсолютно два разных продукта всем привет привет поехали так здесь вот такие очень красивые сегодня для вас образцы приготовила краска действительно очень фактурная она очень сильно отличается от той краски которую выпускали в августе точно так же мы не планируем делать дополнительно еще партию это такая лимитированная краска лимитированный выпуск кто помнит у нас в августе выходила краска вот с таким названием текстур paint поставьте огонечки плюсики кто приобрел себе эту красочку я знаю что там еще на остатках чуть-чуть есть это тоже лимит к тоже вышла только в двух цветах белом и черном и мне очень хотелось еще сделать более объемную текстурную также без липкости и вот как раз до конца ноября она у нас сейчас вышла тоже будет продаваться как лимитированная коллекция скорее всего где-то до лета вот поэтому я думаю что кому нужны какие-то конкурсные варианты кто про такой какой-то дизайн вам очень понравится хили гель пейнт смотрите название другое совершенно сейчас покажу чем отличается это краска которая текстур пейнт помните ею в принципе можно делать такие аккуратные текстурки элегантные можно даже где-то частично попробовать ею что-то рисовать даже совмещается с темпингом в общем очень крутой продукт кто еще не купил текстур пейнт обязательно купите там всего две баночки белая и черная это знаете такие материалы которые вы покупаете расход маленький работаете вы не постоянно такими материалами но нет нет бывает вот нужно для какого-то эффекта и чтобы не мучиться не выдумывать что с чем мешать вы просто берете то сегодня я вам хотела представить две новые краски тоже текстурные тоже без остаточной липкости вот но текстура более грубая она не подходит ни для каких элементов росписи ее можно только накладывать я планирую в январе месяце еще сделать вот такую морскую тему будет обучающий курс который я запишу для клуба эми арт вот поэтому это объемная текстурная краска еще будет позволять видите сделать и такие конкурсные какие-то варианты нестандартные вот но это не сегодня смотрите эта краска видите в том числе еще может подходить и для таких вот каких-то штук вот ну это мы оставим на январь сейчас у нас конец ноября начало декабря не совсем в контексте месяца но я все равно начну с такой морской темы потому что вы знаете сейчас для клуба эми арт записываю много обучающих уроков где не только дизайн ногтей но очень много мастер-классов по декоративно прикладному искусству вот я очень много сейчас работаю с эпоксидной смолой и меня это очень сильно все вдохновляет конечно для ногтей и вы знаете что в эпоксидной смоле там делают картины очень часто вот так с песком и накатывающие волны поставьте огонечки кто видел такие картины интерьерные накатывающие волны из эпоксидной смолы делается и такой вот песок текстурный на ногтях часто бывает повторяют но гемор вот а я вам сейчас покажу как это сделать пальцем реально левой ноги просто даже для нерисующего мастера делается настолько примитивно быстро и кайфово благодаря вот этим текстурным красочкам эти волны накатывающие ну вдруг у вас кто-то сейчас решит ехать в египет на красное море или кто-то поедет в эмираты сейчас много ездит клиентов египет в эмираты вот у меня просто знакомая недавно только с египта вернулась возможно на мальдивы полетит потому что декабрь-январь тоже популярное направление мальдивы а так как нам сейчас особо никуда не поедешь вот мы и ездим египет дубай и мальдивы возможно кто-то у вас на новый год сделать вот такой вариант дизайна катя добрый день была в клубе но два месяца не оплачивала как не снова вступить просто напишите на горячую линию либо так ну давайте я попрошу чтобы сюда ссылку сейчас прикрепили после тира на вступление в клуб саша аский пожалуйста сейчас в комментарии где я веду эфир ссылку на вступление в клуб сейчас сюда прям скинут ссылку и потом после эфира сможете перейти по этой ссылке оплатить и вступить в клуб эми арт так поехали и так песок идеально создаем при помощи гель-лака 440 офигенный гель-лак это как раз коллекция сафари этот цвет под матовым топом вот прям как на этих картинах получается эффект песочной поверхности сделали прям в один слой на пол ноготочка нанесли номер 440 теперь берем два цвета номер 53 и номер 440 466 это прям свежая коллекция которая вышла у нас на той неделе новенькая а это базовый ассортимент 53 номер делаю очень быстренько поэтому следите внимательно если что-то пропустили потом просто в записи пересмотрите это очень красиво это просто великолепно и когда эту краску принесли я быстрее начала делать как раз вот эти накатывающие волны давно мне прям так хотелось тоже в принципе можно в один слой особо не париться так вот перемешать как получится теперь берем что теперь берем это видит уже благодаря клубу для клуберов снимала мастер-класс такой подносик с фиолетовыми милыми цветочками под косметику вот вдохновилась и наделала себе еще таких палитр берем белый гель-лак белый гель-лак берем базу житенькую эми перемешиваем такой знаете прям полупрозрачный молочный делаем можно даже еще базы добавить сейчас мы с вами делаем вот этот вариант дизайна делаем под малевок под будущую пенку чтобы разводы получились прикольные берем топ слайдер топ слайдер это топ с липким слоем помните на который мы приклеиваем часто слайдеры я его как подложку часто используют для разводов нанесли быстренько на быструю руку ставим точечки которые сейчас у нас начнут растекаться нет смысла делать это до самого края там где начинается пена потому что там сейчас все равно пойдет у нас паста текстурная надо еще добавить прозрачки прям такой вот что полупрозрачные это вот чисто подмалевок как получится там особо потом видно не будет сделано подсушили все практически дизайн готов мне вот еще понравилось какие-то слова беленькие приклеивать не знаю как то так вот милее здесь я делала накатывающие волны в два ряда тут вот в один и добавляла какие-то белые слова получается прикольно вот вам сейчас саша комардина секретарь до сбросила как раз ссылку на вступление в клуб эми арт можно после эфира оплатить там ежемесячная оплата она чисто символическая там три чашки кофе зато там огромный кладец информации именно для клуба я сейчас записываю курсы по дизайну больше я их отдельно не продаю не вижу смысла только в рамках клуба по подписке мы там для вас записываем один раз в месяц курс новинку ведем прямые эфиры по моде по техникам композиции это они грешенкова обязательно декоративно прикладное искусство один раз в месяц какая-то картина вот в этом месяце по эпоксидной смоле я там показывала вам новогодние игрушки делать на подарки близким либо на продажу вашим же клиентам которым пилите и такой прикольный подносик под косметику прошлом месяце я для вас сделала картину фактурную тоже очень прикольно там вообще не надо уметь рисовать офигенно для интерьеров позапрошлый месяц было тоже офигенная классная абстракция с акриловыми красками тоже там не надо уметь рисовать так ладно я отвлеклась так текстурная краска новая хили хили гель пейн прикольное название чтоб запомнили давайте посмотрим как отличается от текстурной краски чем отличается давайте вот на примере черной краски нанесу посмотрим смотрите вот мы берем краска которая текстурная текстур пейнт наносим видно что она такая очень элегантная по текстуре не грубая очень аккуратненько ей нельзя единственно жирно работает так пределах разумного если где-то ошибетесь толщиной может не просохнуть а теперь берем хили смотрите ей ею рисовать нельзя ее как бы накладывать можно и видим разницу в текстуре мне идет зерно песочек такой очень прикольно ведь это два абсолютно разных продукта не путайте это разные вещи абсолютно два разных продукта и тот и тот продукт для текстурных элементов это для более мелкой текстуры а вот это прям можно жирно накладывать он прям хорошо просыхает в любую толщину подходит для минималистичных вариантов дизайна где например просто мазочки какие-то пятна вот следующем году в январе я планирую курс записывать в такой морской теме вот но это уже такой неносибельный вариант для клиентов хотя кто его знает может быть кто-то руку натренирует делать кстати очень прикольно вот эти кораллы я делала там у меня один коралл занимал где-то 5-7 минут я его делал очень быстро делать вот но это уже тяготеет к такой какой-то конкурсной теме вот но это не сейчас это я для клуба буду в январе скорее всего записывать вот так давайте возьмем какие-то наклеечки беленькие какой-нибудь белый текст просится сюда благо сейчас много вышло шермиконов осенью и этот теклас не засушила все финальный слой и текстурная окраска у нас идет с вами просто сверху финиша волну мы делаем глянцевую текласом песок мы делаем матовую берем еще матовый топ и матовым топом делаем песок здравствуйте катя вы сейчас эпоксидной смолой работаете да в клубе для клуба я записала классный обучающий мастер-класс записывала его в несколько этапов чем специально нашла мастерскую ходила в мастерскую делала там не девочка помогала вот я надеюсь что клуберов кто в клубе мастера маникюра вдохновились и например игрушки новогодние в этом году сделают на продажу своим клиентам что эта тема мне очень понравилось работать эпоксидной смолой мне прям хочется теперь накупить больше этих форм разных и сухоцветов посидеть наделать всяких штук может успею сувениры всем сделаю на новый год у меня такая идея в этом году не покупать подарки всем близким что у меня их вагон и маленькая тележка вот вечно не знаю что подарить и я решила накупить себе кучу форм разных наделать вазочки подносики вот такие с сухоцветами эпоксидной смолы мне очень понравилась идея для подарков и для продажи клиентов так еще смотрите вот она подложка готова вы видите что в принципе это она настолько я быстро сделала достаточно примитивно теперь берем краску для этой краски подходит плоская кисть любая это может быть квадрат овал разный размер главное чтобы был плоский цоколь и начинаете накладывать лопаткой набираете такими прижимающими движениями накатывающая волна пинтерести можно очень примеров много найти этих картин с эпоксидной смолой с накатывающими волнами чтобы как-то более натурально вот эта волна у вас выглядела вот можете пинтерести забить эпоксидная смола картины и там где-то ну выскочат вот эти волны накатывающих очень часто делают мастерских все и вот можно даже вот так вот растушевать и здесь получается мне уже вот эта пенка которую я этом делаю но как-то так смотрите быстро примитивно и красиво вы попробуйте вот так что-то намешать объем сделать кучу времени займет а здесь готовый материал вот вам готовые варианты поэтому когда наступит конец зимы и начнется сезон отпусков перед весной прям рекомендую для вот таких морских вариантов дизайна будет круто все две минуты сушим хотите можно обезжирить на всякий случай поверхность становится более матовая но в принципе она без липкости обезжиривать не надо все эти готова дочь моя ты может быть к нам моделькой на тестирование сяга ты в театр ты в театр на фаусте на фаусте моя боже какая у меня дочь даже я даже фауста не читала в 15 лет так ладно даже никому эфир девочки да я тут поболтала немножко со своим ребенком который пришел где мой кушун вера мирошниченко сперла вон там ее кушон валяется но это ее надо чтобы она нам так ладно извиняюсь отвлеклась дальше давайте быстро показываю вот такой вариант прикольный можно как абстракцию можно как новогодний вариант дизайна смотрите новогодний просто добавляем снежинку если просто как вариант абстракции без ничего смотрите как прикольно тоже примитивно быстро для этого лучше взять прозрачный ноготь и ногти замоделировать прозрачным гелем чтобы был не камуфлирующий гель а был прозрачный типсы возьму прозрачный принеси мне стакан воды другом да вот бокал стоит на лимит для воды хочу так хочу делаем берем вот так беленький белый лак быстрыми движениями делаем понятно если бы это был клиент это нужно взять под кутикулу сделать сначала верху отдельно а не кисточка из флакона берем базу и мелок берем базу и мелок берем да это верхен так и вот здесь вот можно вот эту границу чуть-чуть вот так вот смешать кладем в лампу дальше нам понадобится поталь сейчас мы поталь 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 сейчас мы мелко-мелко опять же дает дизайн кстати чем вдохновилась я опять же эпоксидной смолой такой у меня есть подносик новогодний смотрите тоже эпоксидной смолы это мне кто-то на новый год дарил года два-три назад я на него сегодня гляну это когда мы блин вот тоже с новой текстурной краской с хили гелем классно сделать так сейчас мы нарвем как раз ням-ням ну пойди сходи в эту столовую на четвертый этаж может там что-то осталось так сделали там на дисперсионный слой центре как на моем подносики можно даже чуть-чуть порвать специально здесь здесь же возьмем давайте т-класс сушим давайте туда снежиночку приклеим раз у нас уже на дворе зима даша похорошела повзрослела да и никто 15 лет не дает минимум 18-19 такой же вариант кстати в черном цвете я делала смотрите на матовом топе прикольно вообще мне это вот конкретная краска больше всего нравится на матовом такой вариант я вам еще покажу сегодня вот на глянцевом тоже как абстракция может быть так берем снежиночки у нас очень классные шермиконы в базовом ассортименте есть классненькие естественно обязательно минимум две минуты сушить т-класс потому что для шермиконов нельзя вот так как я одну минуту сушить т-класс нужно минимум две минуты тогда все хорошо приклеивается так наношу матовый слой сейчас нанесла матовый топ так что еще я вам не показала смотрите с черным вариантом кто знает какие сейчас самые модные популярные картины для оформления интерьеров это картины в стиле интерьерной живописи когда штукатурка используется цемент текстурные краски фактурные вот в таком стиле можно делать дизайны абстрактные получается очень прикольно можно например сделать просто когда как деталь видите мазочек просто мазочек деталь еще раз это хили гель пейнт это новая краска есть черная есть белая black and white все теперь точно также берем хили гель берем хили гель и такими накладывающими движениями можно здесь вот например периодически подсушивать чтобы один слой мешал другому там это может быть что как кота абстракция в стиле примитивизм да может быть такой вот уже зимней сказкой еще раз краска не рисуются она либо мажется либо накладывается сейчас подсушим всем привет привет кто только присоединился у нас сегодня новая краска хили гель пейнт отличается очень сильно от краски которая была текстур пейнт это именно хили которая имеет очень крупное зерно смотрите какая разница вот это гель пейнт новый white текстур да а это хили гель пейнт видите какая разница ею рисовать нельзя ей какие-то вот тут буквально текстуры мазки так вот подсушили липкости тоже нету если хочется обезжирить на всякий случай можно обезжирить она будет более матовая тогда просто это прям пальчиком убираете лишнее я думаю вот здесь хватит больше ничего не будем добавлять можно в конце взять джемси клер тоже гель тоже без без остаточной липкости но только для огромных элементов прозрачный у нас идет я вообще люблю материалы без остаточной липкости тогда классно создавать всякие штуки уже сверху финального покрытия вот так вот 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 сушим тоже две минуты чтобы остаточная липкость исчезла еще раз покажу вам чем вдохновилась это как раз такой подносик был новогодний из эпоксидной смолы что-то типа такого сегодня прям вдохновение от эпоксидной смолы это тоже кстати картины из эпоксидной смолы делаются такие волны накатывающие все тут вариант готов посмотрим как он прозрачным смотрится видео так и давайте вариант на черном фоне сейчас попробуем тоже беленький сделать тоже просто абстракцию сушим 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 с такого плана сделаю мне конечно понравилось сделать кораллы и морские звезды делать на самом деле очень быстро я для каталога летнего делала кораллы и морские звезды на ногти там для модели мне понравилось делая очень быстро вот но это я уже в январе буду показывать сейчас нет смысла все таки достаточно так думаю вот так давайте здесь тоже какие-нибудь надписи приделаем с этой стороны так вас для этого нанесем сушим ровно две минуты очень нравится абстракция под текстом тоже можно создавать текстуру этой краской тоже такой стиль примитивизм интерьерной живопись тоже очень прикольно получается это под текстом делали такой вот вариант прикольный смотрите просто одна деталь сделана шермиконов которые у нас вышли этой осенью очень много разного текста всевозможного здесь я возьму два оттенка гель-лак 54 гель-лак 53 смешаю все это с базой эмилак жидкая база гель-лаковая смешали теперь чтобы хорошие разводы у нас получились а сейчас тоже делаю подмалевок под абстракцию топ слайдер и можно как подмалевок такой фон что по абстракции был сложнее добавить разные разводы сушим перекрываемся финишем и по финишу опять делаем текстуру сушим снова берем хили белый цвет плоскую кисточку и накладывающими движениями где там хочется какую-то деталь сделать объемную здесь можно по границе так вот пустить тоже такой по типу как волны делали да ну не делать например на весь ноготь пусть вот так и останется да здесь вот так вот на нет растянем ну ладно давайте вот так и сделаем и смотрите чего мне нравится я потом беру ну какой-нибудь гель прозрачный можно какой-нибудь гель лак можно этот же фиолетовый вот либо вот он у нас уже намешан короче смешать с чем-нибудь гель лак чтобы не сильно плотно было и здесь например вот границу вот так сделать либо взять витражный гель лак уже готовый синий да краски витражные пройтись вот так сделать ну вот так вот пальчиком прохожусь так сушим ну так как все-таки краска витражная она липкая да и гель лак это липкая я потом беру еще раз просто дополнительно финиш которым работала и прохожусь только вот эту верхнюю часть стараюсь эту кромку не трогать пусть она так останется без топа вот а это топом залить тоже может вас это наполкнет на какие-то абстракции когда вот тонируете этот хили гель можно видите сделать зимний вариант а можно сделать такую просто абстракцию при этом видите край остался у краски нетронутый без остаточной липкости кстати не сильно цепляется вот у меня девочка ходила с кораллами и с морскими звездами она сказала что в принципе модель на которой мы это делали ее ничего не беспокоило вот все на этом наш мастер-класс сегодня подошел к концу еще раз напоминаю две новые краски у нас название хили гель пейнт без липкости только два цвета это тоже лимитированный выпуск я так думаю до лета будет продаваться сегодня у нас старт продаж официальной этой краски очень подходит для таких рисующих мастеров кто любит декорировать что-то всегда должен быть в запасе вот такого плана материала потому что вы видели как легко и быстро можно например в морских темах в абстракциях в интерьерной живописи использовать эту краску меня наталкивает почему-то только к отпуску с волнами да приходите в клуб эми арт потому что там я очень много даю не только про дизайн ногтей но и про декоративно прикладное искусство вот в этом месяце открылся мастер-класс по эпоксидной смоле ссылку я вам бросила отмотайте комментарии потом переходите по этой ссылке и подписывайтесь на клуб там ежемесячная подписка 990 рублей поверьте мне это 3 копейки по сравнению с тем сколько мы там даем для вас материала по дизайну все всем пока-пока